Девушки отдыхают Давайте теперь извинимся и попросим разрешения пройти. Понятно. Или же. Можно присесть на свое место, да? Запомнили все. Что еще вчера мы прошли? Мы до свидания будем в конце проверять. Давайте местоимение посмотрим. Как раз таки. Меня зовут Карина. Мини. Нерин. Мини, да? Мини. Это у нас как переводится местоимение? А как мы пьем? Меня зовут Карина. Мини. Нерин. Карина. По-калмыцки как будет переводиться? Мое имя. Карина, да? Мини. Нерин. А меня зовут немножко по-другому, да? Я даже... Это предложение на калмыцкий язык и не переводится. Меня зовут. Ну, в смысле, буквально. Вот я сейчас перед началом занятия объяснял кое-какие моменты, да? Вот некоторые фразы буквально не переводятся. Вот, к примеру, да? Хочу спать. Никак вы не скажете там Унтхар седжана. Хотя это правильно, в принципе, вы перевели. Но калмыки так не скажут же Унтхар седжана. Они скажут по-другому. Нерин кюрча. Нерин кюрчана. Это уже такая фраза. Хочу кушать. Гесемель седжана. Да еще какие-то такие... Есть ряд таких фраз, которые буквально вы не переведете. Нужно только по-калмыцки говорить. Они будут как... Совсем другими словами передаваться. Гесемель седжана. Желудок проголодался. Гесем желудок, эльсхэ. Проголодаться киснем. А так вы бы... Если с русского переводили, получилось бы как там? Гесемель седжана хочу кушать, да? Хотэ итхэр. Седжанэ, например. Было бы так. Ну, опять-таки, неправильно. Ну, понятно, что не все фразы можно буквально перевести. Еще вот сразу же пример приведу из разговорника, да? Там много таких неправильных... Ну, я не скажу неправильно. Правильно переведено, конечно. Но просто по-калмыцки неправильно. Буквально-то правильно переведено. Но добрый вечер. Я вот пример уже проводил. Для опоздавших говорю ей. Добрый вечер, да? В разделе приветствия в русском варианте «добрый вечер» — это вечернее приветствие. В калмыцком варианте, опять-таки, это приветствие. Но перевод какой? Асхэн тээк нюн болтха. Вот это, с помощью этой фразы калмыки не приветствуют друг друга. Хотя, ну, перевод есть. Так что я хочу сказать, когда разговорником будете пользоваться русско-калмыцким, осторожно, но нужно все-таки уточниться, правильно ли эта фраза будет ли использоваться в речи или нет. Добрый вечер буквально переводится тээк нюн асхэн. Спокойный, добрый вечер. Но это же не приветствие, так же? У калмыков нет вечернего приветствия. Мендвит и все. Утром еще мы можем друг друга поприветствовать какими-то особыми словами. Например, сэн хону вта. Хорошо ли переночевали, да? Сэн хонзу иди взывта. Видели ли хорошие сны? Это будет тоже приветствие после слова мендвит. Вот, и все. А, например, попрощаться вечером мы тоже можем, да? Особыми словами, другими словами. Не просто до свидания сказать вечером. Может быть, у кого-то, если есть, слава богу, или были бабушки, дедушки пожилые, вы, может быть, были свидетелями диалога. Как сказать до свидания вечером? Вот две бабушки засиделись допоздна, одна уходит домой, другая дома остается. Как они? Они до свидания сами бятны не говорят обычно. Они по-особому прощаются. Как они говорят? Мендэ байрта тоже не скажет она. Мендэ ее тоже, ну, редко я слышал. Например, одна бабушка, которая дома остается, она что? Она пожелает ей дороги хорошие, благополучные, белые. Или же она скажет, мюнгын ха алгар ха артин. Обычно у меня бабушка говорила, по-моему, даже алтын ха алгар ха артин. Я часто в детстве бывал свидетелем вот этого диалога. А которая уходит домой, она что скажет? Мои. Чтобы поздно же она уходит все-таки. Как она скажет? Это вот, напишем, да, вот эту фразу? Вот это, я думаю, что нужная она фраза. Ее не только бабушки могут произносить. Поздно вечером, когда мы рассмотрим. Сайхен зюиден. Желает приятных сновидений. Сайхен зюиден. Зюиден это сон, да? Сайхен. Красивый сон. Берджи хонтн. Переночуйте, и чтобы вам приснились красивые сныги сныги. Сайхен зюид берджи хонтн. Вот мы с вами сейчас рассмотрим на сегодняшнем занятии слова первого, я вчера говорил, что сегодня будем с первым уроком работать, и второго урока сегодня, посмотрим. Там вот три момента было, да? Образование вопросов. Общий вопрос, альтернативный вопрос и специальный вопрос, да? Вы для себя должны были выяснить, что такое общий вопрос и что такое специальный вопрос. Ну, альтернативный, я думаю, все знают. Общий и специальный. Чем отличаются вот эти два вида вопросов? Общий, да, вопрос, это где нет вопросительного слова, во-первых, да, или вопросительного местоимения. И на общий вопрос можно ответить или утвердительно, или отрицательно. Да, или нет, да? Энэ сандлыи? Эн сандлы? Эн сандл, да? Эн цасныи? Эн цасн, да? Ага. Эн сандлыи? Это общий вопрос. Вот с этим словом тоже разобрались мы. Вчера и там в уроке тоже есть, да? Энэ. Энэ это? Этот, рядом который. Энэ. Энэ сандл. Вот так, да? Так идет там? Вот это что такое? Это вопросительная частица. Эн сандлыи. Не только интонация, но еще частица вопросительная должна быть. А то мы можем и так, на сегодняшний день, мы и вот так можем услышать. Эн сандл? Такое слышали? Энэ дмэк? Слышали такое, да? Энэ гарэ? Видите? Вроде бы мы как вопрос задаем, на самом деле мы вопроситель частица не используем же. Просто интонации с помощью, да? Даем понять, что это вопрос. На самом деле нужно грамматически еще оформлять. Правильно, грамматически. Эн сандл. Это общий вопрос. Теперь еще один момент. Энэ. Энэ юмбэ. Это какой вопрос? Вот этот вопрос. Энэ юмбэ. Это? Специальный вопрос. Здесь есть вопросительная частица мбэ. Хотя. Хотя. На сегодняшний день мы можем, не можем, а... Ну, наверное, можем, скорее, услышать и такой вопрос. Энэ юмбэ. Вот так спрашивают, да? Что это? Так же? Так же спрашивают? Энэ юмбэ. Но это неправильно. Так же? Вот это эн по правилам халмыцкого языка. Если в специальном вопросе слово заканчивается на звук эн, по правилам, вот эту эн нужно заменить на мбэ. Энэ юмбэ. Ну, не только в специальном вопросе. Вообще, в вопросительном предложении. Вот. Например. Энэ кюкэмбэ. Не просто. Эн кюкэн. Если вы там не распознали малыша этого, вы хотите спросить девочку, это или мальчик, да? Энэ кюкэн вы спросите. Неправильно. Хотя, вроде бы, смысл вопроса понятен всем, да? Мы хотим спросить девочка или, может, это мальчик. Но неправильно оформлен вопрос. Энэ кюкэмбэ. Алькэвымбэ. Обязательно, если на эн закончилось, вот это последнее эн заменяется на мбэ. В правилах у вас там написано? Идёт? Так написано? Так написано. Теперь вам понятно, почему, да? Это вот грамматически правильно нужно. Энэ юмбэ. Или же, например, предложение из второго урока возьмём. Например, энэ кюкэнэ. Ну, напишу такое слово, пусть будет. Кюкэвы. Должно быть, если вы хотите спросить, это чей мальчик? Это чей сын? На сегодняшний день, вы, вот, пока ещё, друг, вы не ходили на урок калмыцкого языка и так далее. Вы спросите вот так, так же? Энкэнэ кюкэвымбэ. Так спросите? Так спросите. А надо так, как? Вот так надо части сюда добавлять. Энкэнэ кюкэвымбэ. Вот это зачёркиваем, ставим бэ. Вот здесь правильно. Энкэнэ кюкэвымбэ. Есть такое в ваших уроках правило? Есть, да? Энкэнэ кюкэвымбэ. Энкэнэ кюкэвымбэ. Энкэнэ кюкэнэ телефонбэ, например. Кто-то забыл вчера телефон. И мы здесь хотели спросить, чей это телефон? Энкэнэ кюкэнэ телефонбэ. Кто-то забыл шапку, может быть. Как спорить? Это чья шапка? Это мбэ. Касается только слов, которые закончились на энэ. А если слово заканчивается на любой другой звук, то добавляется звук вэ. Энкэнэ кюкэнэ махла вэ. Не ийэ. Энкэнэ кюкэнэ махла вэ. Это чья ну? Как ключи на калмыцком? А? Замок как будет? Оньсэ замок. Оньсэ. О, нэ, мяхи знак сэ. Ключи тюлькэр. Тюль. Напишу я сейчас, как раз прокомментируем. Как раз я забыл. Вчера одно правило мы записывали, да? Рассматривали. Вот. Читаем вот это слово. Тюлькэр или тюлькэр. Мягко. Тюлькэр. Потому что перед звуком эл мягкая гласная и. Тюлькэр. Тюлькэр. Энэ, кэнэ, тюлькэр. Вопросы на частицу нужны? Вэ. Энэ, кэнэ, тюлькэр, вэ. Это твои ключи? Как сказать? Энэ. Ну, ваши или твои? Танэ. Тюлькэр. Энтанэ, тюлькэр. Повествовательный вопрос. Это ваши ключи, да? Ну, если вы забыли. Это ваши ключи. Да. А теперь вопрос. Это ваши ключи? Что нужно добавить? Энтанатюль кюрие? Это же общий вопрос. Поэтому нужно внимательно еще раз прочитать правила первого, второго урока. Энтанатюль кюрие? Альтернативный вопрос. Энэ, самбрие, аль, эрси, 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 стена. Эрси, три буквы. Это альтернативный вопрос. Понятно, да? Энэ, цаасн, аль, кэнчрии? Теперь внимательно слушайте. Смотрите, вопрос общий. Энэ, цаасн, и? Энэ, цаасн, и? Или так, да? А теперь альтернативный. Энэ, цаасн, аль, кэнчрии? Особенность какая? То есть, если в альтернативном вопросе, в первом слове не обязательно добавлять частицу вопросительную, да? Только в последнем слове нужно добавить. Можно и добавлять, а можно и не добавлять. Энэ, кэнчрии, аль, цаасныи, или же энэ, кэнчри, аль, цаасныи. Разницы не будет никакой, в принципе, аль. Так, альтернативный вопрос. Специальный вопрос объяснил, да? Энэ, юм, бэ. Какие там еще примеры есть в первом уроке на специальный вопрос? Может быть, я что-то забыл. Давайте посмотрим. Энэ, юм, бэ, мы посмотрели. Энэ, юм, бэ. Или же? Тээ, кэм, бэ, можно, да? Или тээ, юм, бэ, да? То есть, это тот предмет, который в отдалении. Или же энэ, это который рядом с вами. Энэ, юм, бэ. Тээ, кэм, бэ. Так, энэ, юм, бэ, тэр, юм, бэ. Бишмид, аль, здесь еще есть слово такое аль. Аль, гисн? Или. Можно с аль, а можно и без аль. Энэ, цаасныи, кэнчрии. Можно и так спросить. Это бумага или тряпка? Отрицание. Отрицание, гисн, нет, да? Энэ, цаасныи. Нет, это не бумага. Как сказать? Бишэ. Энэ, цаасн, бишэ. Энэ, цаасныи. Бишэ, энэ, цаасн, бишэ. Энэ, кэнчрии. Так и просится уга, да? Можно и уга, в принципе. Хотя уга у нас там где-то в шестом-седьмом уроке только начинается это слово. Но мы же все знаем, что такое уга, так же? Вот. Энэ, кэнчрии. Бишэ. Энэ, кэнчри, бишэ. Энэ, самбур. Вот вам большое предложение получилось. Сможете произнести так? Сможем, да? Ага. Есть. А, еще. Вот порядок слов, да? Нужно объяснить. Порядок слов в калмыцком предложении. В калмыцком предложении строго фиксированный порядок слов. То есть подлежащий всегда будет находиться перед сказуемым. Да? Не ирвэ кэн, а кэн ирвэ. Не кэлвэ бакшэ, а бакшэ кэлвэ обязательно. Только так. Бакш кэлвэ. Бакш дуд джа. Дуд джана, да? Бакши, сур джа. Спрашиваю. Не сур джана, а бакши. Вот здесь еще раз давайте посмотрим на этот словарь, да? Четыре столбика, как я вчера говорил. Первый столбик само слово, второй столбик транскрипции, да? Вы, наверное, заметили, какой-то странный значок в виде домика. Это редуцирное гласное. То есть на письме не обозначается, неясное гласное. Да? Вот самое сразу первое слово «энне» написано. Если человек, ну, не знает калмыцкого языка, вот только начал, он прочитает «эн». Правильно я говорю? Так же прочитай. «Энн» прочитай. А нужно говорить «энне», потому что, вот смотрите, редуцирное гласное. Мы потому что так говорим «энне», «энне», не «энне», «энне», «ширя», кстати, со звуком «ш», не смягчайте его, где не нужно. Не «ширя», а «ширя», «ш», твердый. «Ширя», «ширя», «тере», опять-таки, если не знаком человек с холмыцкой, может произнести «тере», «тере». Хотя у нас так и есть, и такое произношение, как «тере». Ну, в принципе, никакой особой, такой прям, очень серьезной ошибки не будет. Можно и «тере» сказать. Ну, просто вот эти редуцирные гласные, которые в конце слова, они потом влияют, какое окончание вы добавите, какой суффикс добавите. Если есть редуцирное гласное, может быть, другое окончание нужно добавлять. Понимаете? Так, «санду». Слышно, как я говорю, да? «Санду». Вектор. Водез между «Т» и «Р» редуцирные гласные. Вектор. «Цасын». Долгая, да? «Цасын». «Цасын» кисын? «Цасын» это снег. «Цасын» это бумага. «Юзык». «Юзык» это буква. «Юзык» это ручка. В смысле ручка, которой пишут. «Юзык» это сторона. Ну, сторона света имеется в виду. «Ар-юзык». «Хар-н-да». «Хар-н-да» карандаш. Ну, это слово несколько раз туда-сюда. Сначала с тюркс языковый русский, потом обратно и так далее. «Хар-н-да» карандаш. Понятно. «Ном-те». Здесь, может быть, тоже возникнуть ошибку. Не «ном-т», а «ном-те». «Ном-те» ученый. «Ном-те». «Ой-утн». «Ой-утн». Ну, это слово, вошедшее в калмыцкий язык с монгольского языка, наверное. Вот. «Ой-утн». Дальше. «Но-ха». Это все слова прекрасно знают. «Гер-э-сн». «Гер-э-сн» сай-гак. «Гер-э-сн». Смотрите, следите. «Дев-тыр». Вот здесь есть. Вчера кто-то спрашивает по поводу слова «дев-тыр». «Дев-тыр». «Ки-лиг». Вот смотрим на это слово. «Лэ» произносим мягко, да? Почему? Потому что вчера я так объяснял. Так? Так. «Ки-лиг». «Лэ». «Ки-лиг». «Ху-цн». «Ху-цн». Еще говорят «ху-цхунр». «Вещи», «одежда». «Ху-цхунр». Парное слово. Дальше. «Цег-дыг». Вот, а может, это слово знали или нет, да? «Цег-дыг» ги-сн. «Сарафан». «Безрукавка». «Цег-дыг». «Калмыцкое платье женское, да?» «Состоит из платья и дересень цег-дыг». Так. «Бильцик». Вот это слово тоже все знают. «Бильцик». Произносим теперь правильно. «Лэ» мягко. «Бильцик». «Бильцик». «Бильцик» ги-сн? «Кальцо», да? «Бильцик». «Си-кэ». «Си-кэ» ги-сн? «Си-кэ» ги-сн? «Серги». «Пословицу кто-нибудь знает?» «Серги». «Связанное со словом серги». «Кы-кэн-э-ксэн?» «Си-кэн-хар-мэн-дго». «То есть дочь отдал, но уже серги-то не надо жалеть». Ну, в смысле замуж. «Э-э» здесь два слова, две буквы «э-э». 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 «Мы все знают слово «э-э». «Так же?» «Калмыцкое слово очень хорошее». «Э-э». «Би-ше». «Э-э». «Не биш», «а биш-э». «Может кто-то прочитает биш». «Есть такие моменты?» «Кто-то там прочитал когда-то хая-хая». «Когда надо читать хая-хая». «Ну, редко, да?» «У меня студенты читали хая-хая». «Ну, чё ж». «Так. «Дальше». «Бичача». 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 «Оказывается, вторая «э», вот вторая гласная, л reason. Он тоже долго тянут. Нужно это тянут. «Бичача». «Тосхача». «Тосхаача». «Уmis. «Тосхача» кений, что не то нет?» «Тосхача». «�» МЧ Девилл Эл мякка Девилл Бишмид 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 Госын 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 Знайм Послойте кто-нибудь Может знает Усы изедуга беже Госанте альтго Не видя воду Не снимай сапоги Ну вы понимаете какие сапоги О каких сапогах идет речь да Вода и сапоги вроде бы как нам кажется Резиновые сапоги но ни в коем случае да Речь идет о кожаных сапогах Раньше Только редко какой Из калмыков мог иметь кожаные сапоги Только богатые люди имели сапоги Так же И пословица о чем Усы изедуга беже Госанте альтго Еще не увидев лужи не снимай сапоги То есть не лезь вперед да А калмык если лужи увидит Он лучше сапоги снимет босиком пройдет Чем будет портить вот эти сапоги Вот пословица Дальше Сургул че Сургул че Сургул че Махла Альчур Зарыхче Зарыхче гисн Судия юрист Кен Кен гисн Кто Юн гисн Юн Кен юн Зура че Художник Тамирче гисн Спортсмен Тула 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 гисн Заяц да Тула Заяц Бакше Учитель Ковин Мальчик Юноша сын да Кюйкен Девочка Девушка Дочь да Кюйкен Гиджикта кюйкен Гиджикта кюйкен Гиджик 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 Вот он Затыл Гиджик Гиджикта кюйкен А все остальные Нет у него затылка Гиджикта кюйкен Гиджикта кюйкен Это девушка уже На выданье Но еще не невеста А невеста Кельсн кюйкен Это невеста Ну кельсн Это от слова кельхэ Договариваться Уже Обговаривать Моменты эти Кельсн кюйкен Это невеста Уже засватали Которые договорились За сколько И так далее Теперь второй Второй урок да Объясняем правила Упражнения потом будем делать Если время останется Ну парочку конечно мы сделаем Во втором уроке Основное правило это Формы родительного падежа То есть отвечать на вопрос кена Или юна Юн 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 Дег Тр Юн Дег Тр Кен К Ковюн Да? Вот Вы же я думаю что надо объяснять или нет На какие слова отвечают на вопрос кена На какие Какие слова отвечают на вопрос юн Кен это все что связано с человеком или его профессией Все остальные слова отвечают на вопрос юн Юн Дег Тр Родительный падеж Юна Д Кто там сказал дег Тр Не Кто-то уже сказал дег Тр Юна Дег Трин Так? Читаем правило кто-то не дошел до второго урока до сих пор Дег Тр Дег Трин Ковюн Ковю Не Вот Ноха Юна Нохан Махын Например Махын Нохан Да? Нохан Сюле Ноханчик Ноханны Номер телефона Переведите это сочет Телефона То То Иг Вчера же говорил это слово Телефона То Иг Так Цвет стула Посложнее Просто Вот это Вот эту Фразу переведи Цвет стула Сандлын Энг Сандлын Энг Энг цвет 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 стены Эрсин Энг Энг Чужая книга Кюнэ Кюнэ Дэг Тир Моя книга Минидэк Тир Кюнэ Дэк Тир Минидэк Тир Получается Буквально если будем пить Кюнэ Дэк Тир Человеческая книга Получается так же? На самом деле мы знаем Что это чужая книга И Вот на этом примере Еще раз читаем правило Что если слово заканчивается на Энн Кэвын Кюкен Кенэ Добавляем к Окончанию А или Э А то вот у нас Дэк Тир Дэк Тирнэ сказали Да? Уже неправильно говорим Хотя вы мне сейчас Можете возразить Мы же хотим разговорный Лечь учить Нам какая разница Нам лишь бы дать понять Но это неправильно все-таки Нужно правильно Грамматически выражаться Дэк Тирнэ Если слово заканчивается На любую Ой На согласную То есть Добавляем окончание Иннэ Дэк Тир Дэк Тир Дэк Тирин Самбр Самбриннэ Если слово заканчивается на гласную Добавляем Окончание Эн Да? Эн Нохан Кахан Такан Что там еще? Меклян Еще одно исключение есть Вот одно слово нам привели Пример как исключение Вроде бы одинаковое сочетание Но по-разному По-разному будет произноситься Укринны Усн Как переведем Укрин Усн Хоровье молоко Но Укря Махын Это исключение Исторически сложившееся Такое сочетание Укря Махын говядина Не Укрин Махын А Укря Во всех остальных случаях Будет правильно Как должно по грамматике Укря Махын Видите? В односложном слове Если слово состоит из одного слога Хын Как там изменяется? Хын Гласное становится долгой Хын Хына Если Еще раз повторяю Односложное слово Хын Тег Тегин Тегин Сё Сё Гин Так давайте прочитаем Вот эти слова Со второго урока Правильно мы их произносим Или нет Проверим Быстренько Здесь уже во втором уроке У нас 45 слов Да? АВ Не АВ А АВ Махын Хын Хотя еще Есть такое выражение Что Хын Произносится долго Ну Мы привыкли говорить Хын Эдже Эвр Юдн Хаша Вот Вот еще одно восьмое под цифрой восемь слова интересные Как прочитаем Мэр Не Мэре Там нету Редуцированных гласных Мэр 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 это след Ямаран Вопросительное местоимение Утэ Утэ Ахыр Короткий Килинг 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 Бархат Велюр Бархатный велюр Цаған Шэмэк 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 Анука давайте Шэмэк Не шэмэк 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 Шалвыр Шалвыр Шэмэк 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 А vorsын Кожэн Щан там Ноган Ноган Торғын Торғын Волын Нежит Волдаки Шэмэк Орлахат Шэмэк Шэмэк Не «шинмер», а «шинэ», «шинэ» слово, да? А у нас в поселке есть «шинмер», да? Юссин. Юссин вчера мы переводили «молоко» и «волосы», да? Хальмык. Цэ. Вот, цэ, еще туда надо было просклонять. Кюн. Вот здесь, ну, это слово все, кюнэ не скажете, да? Вот, ну, и смотрите, в скобках нет такого. Нерин, чонэ, вот, хэ чэ, хэ чэ гэсэн, чабан, юкэрчэ, пастух. Модн, яхсэн, это в опросильме сны, яхсэн, сээхэн, му, вот со словом му, например, что касается вот калмыцких обычаев, словом му, мы можем часто, наверное, мы все слышали, когда благопожелание говорим или же отзываемся о детях своих или же о ком-либо близком вам человеке, вы говорите «мини му кюкн», да? «Мана му кюкн», отсюда есть у нас фамилии, имена раньше были «му кюин, му кюкн», вот. Для чего это делалось? Ну, во-первых, не выпячиваться, во-вторых, боялись сглазить, да? Вот. Была большая смертность раньше у калмыков, поэтому называли всякими, любыми именами, лишь бы живой остался ребенок. Вот поэтому отсюда идет «му кюкн», поэтому, если вдруг вы услышите, ну, это, должны вы знать, что это обычай калмыцкий, «мини му кюкн». «Мана му кюин эндер гералчана», да? «Му кюин», говорит. Так, и здесь, в этом же уроке, идет такое отступление, называется «комментарий», но это устойчивое уже выражение. Слава сочетание, «ула мюнгын» – медные деньги, «цаға мюнгын» – серебряные деньги, «юкре махын» – говядина, «хуэна махын» – баранина, шар модын тутовник, да? И кюина чужой, это мы уже с вами прокомментировали. Может, на рынок пойдете завтра мясо покупать? Не, это мясо, но не говядина. Так. Еще вот такой покупатель такой привередливый, что за, какого барана мясо это спрашиваешь, да? Или может он хотел спросить, откуда это? Баранина-то. Здесь выкрутились. Хальмык хэна. Да? Калмыцкая баранина. Хальмык хэна махэн ямарамбэ. Ну это видать, который не знает, что за вкус мяса баранина, да? Хальмык хэна махэн ямарамбэ. Хальмык хэна махэн ямарамбэ. Хальмык хэна махэн сэн. Хальмык хэна махэн гирсэн. Вот видите, небольшой диалог вы составили уже. Где-то там в магазине киоски и так далее. Вот. А теперь давайте перевод сделаем. Это платье какое? Энэ бишмид ямарамбэ. По правилам. Энэ бишмид ямарамбэ. Да? Просто я не пойму, что он хочет. А, цвет. Ну, в принципе, это какое. Это платье какое? Я думаю, может материал, может быть откуда привезли. А здесь цвет, да? И это платье красное. Ну, и так видно вроде бы. Ну, просто упражнение такое, да? Чтобы вы научились произносить пока-нибудь. Можно было это платье дорогое сказать, да? Энэ бишмид ямарамбэ. Энэ бишмид ямарамбэ. Какое красное платье? Ё-моё. Ну, давайте попробуем. Какое красное? Какое красное платье? А? Яхсн улам бишмид ямарамбэ. Бишмид ямарамбэ. Куда путаетесь? На ходу путаются. Давайте тогда другое. Это платье дорогое. Энэ бишмид ямарамбэ. И вы тогда уже, конечно, возмущаетесь или восхищаетесь, как вы там. Какое дорогое платье? Ё-моё, ну-ка. Яхсн инта бишмид. В. Прилагательное обязательно должно, как определение, должно обязательно находиться перед определяемым словом. По правилам калмыцкого языка. Улан бишмид. Обязательно. Улан бишмид. Не бишмид улан. Если бишмид улан, то улан выступает в роли сказуемого уже. Немножко другое. А если вы хотите сказать, там, например, у моей бабушки есть красное платье, как вы скажете? Мене эйджи улан бишмид бэна. Мене эйджи улан бишмид бэна. Да? Улан бишмид обязательно. Перед должен находиться. Да. Эйджи улайн бишмид бэна. Эйджи улайн бишмид. Вот хороший вопрос. Это чья одежда? Энкена? Энкена? Эйд. Мэмбэ должно быть, конечно. Энкена хууцымбэ. Да? Мы в начале урока этот вопрос уже учили задавать. Энкена хууцымбэ? Энкена хууцымбэ? Или вы может другую интонацию посадить. Энкена хууцымбэ? И чья это одежда? Это одежда сестры. Соболья шуба сестры красивая. Сначала чья? Сначала определение, а потом уже шуба. Чья шуба? Сестры шуба надо говорить, а не шуба сестры, по-калмыцки. Вот сегодня мы с вами завершаем так второй урок свой. Мы с вами рассмотрели сегодня правила, как образовываются вопросы общие или же специальные. Мы с вами рассмотрели, как правильно ответить на вопрос родительного падежа, кена-юна, какое окончание добавлять, с каким словом, к первому, который заканчивается на н, ко второму склонению, который заканчивается на согласную, к гласному какое окончание добавлять, когда мы хотим сказать чья вещь, да, принадлежность. Так или не так? Так, внимательно все послушали. Мы с вами сегодня посмотрели, как произносятся слова. 38 там было, а здесь 40 с лишним, да? Уже у вас багаж большой. Еще помимо этого я какие-то слова еще комментирую. Очень много у вас уже слов. Еще помимо этого у вас в голове какие-то слова были до этого. Уже запас порядочный. Теперь вот правила нужно отрабатывать. Вопросы есть? Домашнее задание понятно? Понятно. На следующее занятие мы уже будем работать с третьим уроком. Как естественно домашнее задание проверим и на третий урок перейдем. Если нет вопросов, все, спасибо. Сегодня мы так завершаем наше занятие. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...